Добрый вечер. Я рад приветствовать всех, кто пришел сегодня на курс по дифференциальной теории ГУА. Тем более, что сегодня мы проделали совсем необычный путь. Это был путь не ногами по дорогам, а при помощи электронов по слаботочным проводам. Такой же путь проделываю я по дороге к вам. Но ничего, соображение безопасности никто не отменял. Мы должны соответствовать современным тенденциям. И продолжать заниматься дифференциальной теорией ГУА. Итак, для начала давайте я напомню наши общие установки. Значит, сегодняшняя лекция будет продолжение темы дифференциальные модули. Дифференциальные модули 2. Сначала давайте некоторые напоминания. Поскольку лекции у нас стали происходить не так часто, надеюсь, что теперь они, как ни странно, будут более часты. Вот, значит, но тем не менее я напомню, что у нас есть понятие, наше основное, это дифференциальное кольцо. Которое также можно мыслить в двойственных терминах, а именно в терминах модуля дифференциалов. Двойственный модуль над R. Вот, и в прошлый раз мы ввели понятие дифференциального модуля. Это была пара M, набло M, где M это R модуль, а набло M отображение из M в омега R. Тензора R на M такое, что есть лебниц и плоскость этой связанности, то есть дельта, набло квадрата, а на 0. M это R модуль. Хорошо, и в прошлый раз мы с вами обсуждали различные свойства дифференциальных модулей. Как то, во-первых, был некоторый набор различных определений понятия дифференциального модуля. Одно из определений было в терминах набло. Это как бы соответствует тому, чтобы думать скорее как ко-модуль, потому что это ко-модуль, если посмотреть на амега R. Было равносильное определение в терминах дифференцирований, то что каждый элемент из DR задает некоторое отображение из M в себя. Было еще один подход в терминах расширения от H, но мы его не сильно будем использовать, я к нему сейчас не буду возвращаться. И был еще один подход в терминах универсальной обертывающей алгебры. Давайте я заодно напомню ее определение. В прошлый раз там была некоторая путаница. Я напомню, что это то же самое, что UR-модуль, где UR, это такая подкрученная универсальная обертывающая, такой скрученная алгебра ли DR на DR. В смысле, что DR является кольцом ли, но не скобка ли, не R линейна. А конкретнее я напомню определение, что UR это был фактор тензорной алгебры от такой просто абелевой группы. Фактор по следующему набору соотношений. Значит, тензорная алгебра это Z плюс абелевая группа плюс U тензорный квадрат плюс U тензорный куб плюс и так далее. И у нас имеется естественное вложение I из R плюс DR в эту самую тензорную алгебру от R плюс DR. И мы должны простеризовать последующий набор соотношений. Во-первых, мы не должны валять дурака, то есть наше произведение элементов внутри вот этого ассоциативного кольца, который приходит из R, должно быть такое же, как внутри самого кольца R. То есть это I от AB должно быть равняться I от A на I от B для любых AB из R. Я достаточно быстро все это говорю, потому что все это было в прошлый раз, просто я хотел немножко уточнить. В прошлый раз я забыл добавить еще одно соотношение. Очень важно, что I от единицы, где единица рассматривается как элемент из кольца R, должно равняться единице как элемент этой самой тензорной алгебры. Мы должны склеить ту единицу, которая как элемент в R и ту единицу, которая просто поскольку это тензорная алгебра. То есть лишней копии Z у нас не должно быть, естественно. Ну и дальше то, что я писал в прошлый раз, я повторю на всех случаях. То есть то, что I от A умножить на D должно быть I от A умножить на I от D. То, что I от A на I от A должно коммутироваться I от A на I от D. Они должны коммутироваться, они должны коммутироваться с точностью до I от D от A. А I от D1 на I от D2 минус I от D2 на I от D1, это должно быть I от их коммутаторов. Ну и автологически можно понять, что задать структуру на абелевом группе M, задать структуру DR-модуля, то есть это задать действия кольца R и действия всех дифференцирований, таких, что есть правила Лебенца, что есть определенные линейности. Это буквально то же самое, что за этот модуль над вот этой тензорной алгеброй, то есть с действием букв из R, букв из DR, подчиненных вот этому набору соотношений. Этот набор соотношений входит, как раз кодирует определение дифференциального модуля. Хорошо, это я хотел немножко скорректировать с точки зрения вот этого определения у R. Вот, вторая вещь, которую я тоже немножко хотел скорректировать, она заключалась в том, что мы рассматривали категорию всех DR-модулей, и это, как мы заметили, симметрическая тензорная категория, тензорная даже абелева категория. И в этой категории, как в любой категории, полезно иметь проективные резольвенты, чтобы можно было считать экстры. И вот комплекс Пенсера дает проективную резольвенту, я немножко наврал тогда, когда сказал, что это комплекс Кашуля, это неправда, это не буквально комплекс Кашуля, иначе бы просто там все было некорректно определено. Правильное определение следующее. Значит, я сформулирую в виде утверждения, что имеется точная последность ур-модулей, левых ур-модулей. Следующее. Тут мы ставим r, как было раньше. Тут мы ставим ур. Из ур в r есть, естественно, аугментация. Значит, на ур есть возрастающая фильтрация, но, тем не менее, там есть еще аугментация. Мы можем просто профакторизовать по всем таким элементам, куда входят только дифференциалы. То есть вообще элементы в ур надо мыслить как дифференциальные операторы. И дифференциальные операторы могут иметь линейную часть, могут не иметь. Вот ядро – это дифференциальные операторы, не имеющие линейной части. А если явно, то ядро – это левый идеал в этом кольце, порожденный всеми элементами из dr. Ну, мы dr уже отрежисляем с dr ложностью, да? И мы отрежисляем его со своим вложением. Но dr, значит, таким образом мы видим, что имеется такая точная троечка, очевидно совершенно. Вот эта стрелка понятно определяется. То есть, не, пардон, dr не надо выяснить, dr просто. Это означает, что мы берем идеал в ур, левый идеал, порожденный под пространством, под модулем dr. Вот, но дальше, чтобы это стало все комплексом ур-модулей, значит, поскольку ур – это не коммутативное кольцо, тут немножко не работает обычная наука про комплект кашури, и надо быть поаккуратнее немного. Я в прошлый раз поспешил и писать такой комплекс, где его члены, члены-то я написал правильно, и члены – это будут ур потензорить на dr, на какие-то внешние степени, в этой степени dr. Значит, здесь будет вначале стоять ур умножить на определитель, то есть на старшую внешнюю степень, там какую-то n, на dr, где n – это рамка r. Как бы размеры старшего дифференциального кольца. Вот, значит, где дифференциал, самое главное, устроен следующим образом, где дифференциал переводят p, где p – это какой-то элемент из ур, тензорная, дальше некоторый косой тензор d1, dp – это элемент вот здесь, я написал, да, все, вместе, это элемент, все вместе, это элемент здесь, значит, это элемент во внешнем, по этой степени от dr, их тензорное произведение – это элемент здесь, и куда же переводит его дифференциал? Дифференциал, дифференциал переводит, это когда-то почти комплекс кашули, значит, если бы это был совсем комплекс кашуля, то тогда, когда было кумутативное кольцо r, то дифференциал бы должен переводить такую вещь, от единицы до p, значит, здесь, p умножается на d и t, и тензори цена, дальше мы вот этот d1, здесь d и t пропускаем, крышечка означает пропуск, да, dp, вот, то есть мы выбираем один из порождающих и засовываем его в кольцо, так бы был обычный комплекс кашуля, но поскольку мы хотим корректную рлинейность, ее здесь не окажется у нас, вот, и поэтому надо добавить еще вот такую вот разницу, заключающуюся в том, что у нас не коммутируют друг с другом d и t, так, тряпка у нас есть, вот эту вот разницу, которую я в прошлый раз не упомянул, надо добавить, вот, плюс сумма по всем 1, меньше оно i, меньше g, меньше оно p, p тензорно, а дальше я делаю следующее, я беру, то есть вначале ставлю коммутатор, d и t и d ж, то есть я теперь по парочкам коммутирую, суммирую, внешне d1, внешне я пропускаю d и t, пропускаю d ж и t, и ставлю здесь dp, вот, то есть сумма двух членов, окей, значит, ну и чтобы доказать, что эта вещь является дешевостритно точным комплексом, я скажу на устном, мы это не будем сильно использовать, поэтому я скажу устно, нужно действительно свестись к, значит, идее доказательства, не совсем устно скажу, нужно использовать, что у нас есть возрастающая мультипликативная фильтрация, возрастающая мультипликативная фильтрация, вот, значит, r под модулями, да, по порядку оператора, по порядку оператора, r бимодулями даже, можно так сказать, бимодулями, вот, такая, что, когда мы возьмем gr, ой, извините, здесь ур, конечно, когда мы возьмем gr, это будет замороз на симметрической алгебре, от dr, это та самая фильтрация по онкаре, бергов и вита, в случае, если мы рассматриваем обычную алгебру и над полем, как пример дифференциального кольца, или это фильтрация по степени дифференциального оператора, в классическом случае дифференциальных операторов, хорошо известно, что присоединенные, это будут функции на ко-касательном расслоении, это и есть симметрическая алгебра dr, функции на ко-касательном расслоении, действительно, ко-касательном расслоении соответствует двойству к dr, амег dr, вот, ну и важный момент в том, что это уже кумутативная алгебра, то есть у нас она не кумутативная, есть удостающая фильтрация, так что присоединенные факторы кумутативные, и вот эта фильтрация, ее можно продолжить до фильтрации вот этого комплекса, вполне естественным образом, Так что если мы перейдем к присоединенному, к сумме присоединенных факторов, то вот этот поправочные члены исчезнут, и мы получим обычный комплекс кашуля, связанный с идеалом симметрической алгебры DR, порожденным DR. Такой регулярный, абсолютно понятный идеал, порожденный DR в симметрической алгебре DR. DR это проективный, конечно, порожденный модуль, я напомню, на DR. Ну и тогда мы, если на присоединенных факторах у нас возникает точный комплекс, на каждом присоединенном факторе в отдельности, то тогда и исходный комплекс тоже точен, потому что фильтрация исчерпывающая и отделимая, то есть начинается с нуля, потом в качестве объединения дает нам весь комплекс. Значит, это идея догадательства. Хорошо. Значит, вторая вещь, это была некоторая рельема, где я в прошлый раз напутал немножко со знаком и тоже хочу сейчас исправить. Значит, тут утверждалось следующее, что для любого DR-модуля, может быть, несвободного какого-то, имеется экономический изоморфизм DR-модулей. Какой изоморфизм? Ну вот, если мы возьмем UR по тензорам на DR на M, это что такое? Это как бы, ну, не свободный, но здесь действие UR через левый сомножитель. То есть мы вообще при определении вот этого UR или что то же самое DR-модуля мы не используем никак дифференциальную структуру на M. Вот интересно, что это изоморф-то тензорного произведения вот такому, где здесь имеется в виду, что это тензорное произведение категории DR-модулей рассматривается. У нас есть левый DR-модуль UR, рассматриваем как левый UR-модуль, как левый модуль на своем собой, значит, в частности, UR является DR-модулем. И мы тензорим на M. То есть вот правая часть, она использует дифференциальную структуру как на UR, так и на M. Это здесь написано R. Но это изоморфизм соответствует общей философии. Вы знаете, такой комбинаторный замечательный факт, что если у нас есть какое-то произвольное множество с действием X с действием группы G австрактная, и мы рассмотрим G крест X с диагональным действием G или с действием G только через саммножитель G с двигами на самом себе, то это будет G эквариантное множество. G эквариантное эквариантное изоморфное множество. Ну, это такой вариант этого утверждения в смысле уже не группы, а алгебры Ли, даже не в смысле алгебры Ли, а в смысле скрученной алгебры Ли. И здесь надо обсуждать такие скрученные реверсиальные обертывающие. Ну и в прошлый раз я совершенно неправильно написал формулу, и Дима Креков, спасибо, надеюсь, он сейчас присутствует здесь, меня поправил, вернее, заметил, что я был неправ. И на самом деле справиться можно было бы совсем просто, и сейчас я подскажу как. Так, на самом деле никаких хитрых формул здесь придумывать не нужно. Дело в том, что мы хотим задать морфизм из вот такого модуля дифференциального в такой дифференциальный модуль, но надо, значит, доказательство, надо просто сделать очевидное замечание сначала, что задать морфизм из УР тензор на М в призвольный для любого Н ДР модуля, в призвольный ДР модуль в какой-то, на ДР, да, или на ДУР, это то же самое, что задать Р линейный морфизм из М в Н. Просто по сопряженности функторов, потому что мы тензорим на кольцо УР, это то же самое, что на ДР, то же самое, как я себе здесь написал УР, это очевидно сопряженность функтора Р шея и ограничение скаляров. Вот, ну и у нас вот этот из морфизма звездочка, мы обозначим звездочка, который нас интересует, соответствует чему? Мы должны задать некоторый морфизм, получается, на ДР из М в Н тензор на ДР УР. Но это совершенно легко, у нас есть Р, вложенное в УР. Это просто надо воспринимать как М тензор на ДР на Р. Так вот, такому морфизму, заданному вложением, естественным вложением из Р УР. Ну, просто, если угодно, А переходит в А умножить на 1. Это же вообще-то, ну, неправильно сказать, что это алгебра, потому что Р не в центре, но у нас есть естественный гоморфизм коллекции, из Р в УР. Уважение. Вот, ну и то, что это из морфизма, ну, это простое упражнение, опять же, можно, например, рассмотреть фильтрацию на УР, перейти к ГРам. Вот, ну, в общем, просто, как бы, явно в каком-то смысле в коллекции легко видеть, что происходит. Главное было задать формулу. Вот, почему это было важно? Потому что теперь, если использовать стертый вот на этом же месте, извиняюсь, резольвенту Спенсера, то это резольвент дает нам резольвенту для произвольного ДР-модуля М, некоторый точный комплекс, члены которого это как раз, значит, члены которого это следствие, я напишу, в прошлый раз это было немножко быстро, в конце, следствие, что для любого ДР-модуля имеется такая резольвента. точная последовательность ДР-модулей, где в конце стоит М, здесь стоит ДР-тензор на М, общий член будет выглядеть так, пардон, опять универсальная операция, в общем, все будет выглядеть так, УР, тензор на, давайте еще переставим, так, секундочку, местами будет УР, тензор на какая-то ПТ степень, на ДР-ДР-а, и тензор на М. Ну, и здесь там будет определитель, да, стоять какой-то, опять на том же самом месте у меня ничего не помещается, потому что размер комплекса остался тем же самым, даже немножко длиннее. Итак, здесь будет УР, тензор на ДР, на внешнюю там какую-то Н-тую степень ДР-а, и тензор на М. Вот, где важно, что действие во всех этих модулях, входящих, кроме как на М, действие у Р происходит через левый саммножитель. То есть, если, значит, если, это первое следствие, второе замечание, что если М, проективный Р-модуль, то это проективная резольвента, это все вот это вместе, проективная резольвента для М, в категории ДР-модулей. Ну и теперь, если вспомнить, как считался дифференциал, из этого получается дифференциал, он не просто, значит, был дифференциал Кашуль, а были там еще коммутаторы. И легко видеть, проверить, что если мы возьмем теперь ХОМ в какой-то двойственный, ХОМ в какой-то модуль, ДР-модуль Н, значит, второе следствие, что экститый на ДР из М в Н, изоможно, чему? Изоможно получается, что мы должны взять ХОМ в случае, если М проективен, то тогда, в случае, если М проективен на ДР, то тогда этот самый экститый изоморфин ХОМу такому комплексу. Мы должны взять ХОМ над УР и вот этих модуль, но это будет то же самое, что ХОМ из ДР, и это будет такой комплекс, значит, ИТ и когмология вот такого комплекса Омега с точкой, внешняя степень с точкой на ДР, у Омега Р тензор на ДР на М. И это как раз комплекс ДРАМа. Если посмотреть внимательно на дифференциал, который был в комплексе Спенсера, который включал в себя вот эти попарные коммутаторы ДИТ и ДЖИТ, если дуализировать, то мы увидим формулу для дифференциала из ДР во внешний квадрат из Омега Р во внешний квадрат Омега Р. Ну и дальше еще с коэффициентом ВМ это даст дифференциал в комплексе ДРАМа. Вот, и давайте ведем обозначение, это будем называть когмологиями, так, прошу прощения, здесь должно быть ХОМ на ДР из МВН. Здесь, конечно же, такой внутренний ХОМ, который есть, как мы уже обсуждали. Так вот это будем называть когмологиями с коэффициентом ДРАМа, то есть ДР индекс ДР. Но ДР не в честь ДРАМа, а в честь ДР. Большое снизу Д, это наша сима для нашего модуля дифференциалов. Вот, значит, ХОМ. Вот. Ну и в качестве примера, который я в прошлый раз не посмотрел, можно заметить, что, ну, например, XT1 на ДР. Давайте для простоты рассмотрим из Р в Н. Вообще, XT из Р это просто когмология ДРАМа модуля Н. Вот первый X это будет первая когмология ДРАМа дифференциального модуля Н. Как это увидеть явно? То есть, что такое XT1? XT1 это то же самое, что расширение. То есть, точные последовательности вида Н. Здесь какой-то модуль, давайте назовем его L, дифференциальный модуль. Здесь R, здесь 0. Вот. Ну и как же установить... Да, а первая когмология ДРАМа что такое? Значит, первая когмология ДРАМа это что такое? Ну, это, значит, просто... Ну, вот это, значит, первая когмология вот такого комплекса, где стоит Н, Омега Р, Н, здесь внешний квадрат Омега Р, Н, ну и дальше нам для первой когмологии роли не играет, что стоит. Да? Хорошо, значит, как же установить соответствие между расширениями и вот такими формами? Кто может сказать? У нас удаленный доступ, вот, поэтому вы там не стесняйтесь и что-нибудь говорите у себя, а дальше сверяйтесь с тем, что буду говорить я. Вот. Итак, я надеюсь, что все уже правильно все сказали, особенно некоторые наиболее активные слушатели, периодически что-то говорящее. Так вот, значит, это задается чем? Значит, как это сделано? Рассмотрим сечение, то есть рассмотрим изоморфизм между L и N плюс R как R-модуль, да? то есть сечение R-линейное. Значит, это сечение совершенно не обязательно коммутирует с действием дифференцирования, да? Это не обязательно сечение в категории дифференциальных модулей. Но в категории R-модуль можно взять сечение. Вот. И тогда, на самом деле, набло, который бьет из L, значит, нам надо задать модуль L дифференциальный, то есть расширение. Это мы видим, что задать модуль L то же самое, что рассмотреть N плюс R. И на нем некоторые связаны, с некоторой набло, бьющей в омега-R тензерно L, то есть, что такое омега-R тензерно L? Это омега-R тензерно N плюс омега-R, да? Я по транзитивности просто расширил скобки. И поскольку эта L должна быть в верхней треугольнике, то мы видим, что эта набло имеет в матричном виде такой вид. Она должна вот этот омега-R переводить в себя. Вот. То есть она должна быть, на самом деле, здесь связанностью на N. Здесь она нолик, здесь она связанность в тривиальном модуле, то есть вот так. А здесь некоторая омега. Где, откуда живет омега? Омега это некоторое отображение из R если мы выберем байзер, да? Это отображение из R в N тензерно над R на омега-R. То есть это элемент, то есть вот давайте посмотрим, куда омега приведет к единичку, да? Где омега, это, извините, лучше так сказать, набло L от единицы. И это элемент где? Это элемент вот здесь в омега-R тензерно над R на N. Вот. И если мы сменим базис, если мы сменим другое сечение, значит, да, набло L равно 0, это равноселено тому, что, что, что D омега равно 0, как элемент где? Как элемент уже во внешнем квадрате. R тензерно N. Вот. Это первое замечание, а второе замечание, что другое сечение вот этого простите, здесь должно быть конечно, вот этого расширения, другое сечение вот этого расширения соответствует к эгомологичному некоторому омега-штрих. Вот. То есть класс к эгомологии Дерама, первых Дерамских эгомологий Хэн корректно определён. То есть класс корректно определён. Я понял, в чём главная трудность, пожалуй, есть две главные трудности чтения лекции удалённым образом. Во-первых, вы не можете мне задать никакие вопросы, и для меня это, конечно, большая трудность, но ещё большая трудность, то, что вы мне не можете ничего сказать и меня поправить. А вот это для меня уже действительно очень тяжело, как вот, например, здесь я N переплылся. Но я надеюсь, что вы там у себя виртуально, где-то так далеко поправляете меня. Пожалуйста, не стесняйтесь. Можете высказывать нормативную лексику в мой адрес, в данном случае её никто не слышит. итак, продолжаем. Продолжаем, продолжаем. О чём это было? Это было всё по поводу X-тов в категории дифференциальных модулей. Ну, может быть, пришла пора немножко обсудить, что же за первых эгмологи Дерама. Мы видим, что это первые X-3, вообще-таки важные варианты. Давайте приведём какие-нибудь примерчики первых эгмологи Дерама. Давайте такой пример. Пусть K – это поле характеристики 0. Сейчас мы всё обсуждаем в категории дифференциальных модулей, и вот мы немножечко говорим про первых эгмологи Дерама. Пусть K – это просто поле рациональных функций от одной перемены. В каком-то смысле это самый простой пример дифференциального поля ненулевого, ненулевого дифференциального который может быть. Ну и что такое первая эгмология Дерама в этом случае? ДК от К. Чему они равны? Кто может сказать? Ну то есть мы обсуждаем что? Мы обсуждаем некоторые один формы на прямой рациональной. С точностью до дифференциального они все будут замкнуты, конечно. Правильно? У нас одномерная кривая вот с точностью до дифференциала от рациональных функций. Ну и удружается, что это изоморфно ничему иному. Значит, если у нас есть один формы, мы можем взять вычет. И посредством вычета посредством вычета это будет изоморфно дивизором степени 0 на P1 тензор на K на Z ой, тензор на Z на K. То есть если у нас есть какая-то один форма да? F DT F некоторая рациональная функция от одной переменной. то тогда ей можно поставить вычет. На одномерном геометрии любой формы имеется вычет. Ну и значит когда мы возьмем вычет, будет какой-то дивизор степени 0 на P1. Как мы все знаем по формуле стокса сумма вычетов равна 0. То есть это будет дивизор степени 0 с коэффициентом FK. Пока я молчал, я думаю вы уже поняли, что я не прав, потому что конечно здесь надо предположить, что K алгебрически замкнули поле, а в общем случае должна быть прямая сумма по всем замкнутым точкам P1 полей вычетов и там под группой мы берем такую, что сумма всех элементов, следов всех элементов равна 0 в поле K. Для простоты пусть K равна K с чертой. Хорошо, значит так что же да, вот уже знаете, что такая форма, если у нее вычеты все равно 0, это равносильно тому, что она дифференциал от рациональной функции. Это очень легко, это простое упражнение, это упражнение на то, чем учат на первом курсе, а именно то, что рациональную функцию можно разложить в сумму главных частей, некоторых таких рациональных дробей вида константа поделить на t-a в какой-то степени плюс полином. Полином можно сюда проинтегрировать, а эти самые частичные дроби можно проинтегрировать тогда, когда показатель, знаменатель хотя бы двойка. Когда единица, это как раз будет вычислить. Это все легко руками делается. Вот другой примерчик, это был пример номер один, другой пример, такой поле, у которого, то есть, видишь, что здесь не очень тривиально устроена первая когмология Дерама. А другой пример, который проще, это можно посмотреть на поле рядов Лорана от одной переменной с коэффициентом в поле k. В качестве dk взять k умножить точно так же на dt. И тогда первая когмология Дерама тоже посредством взятия вычета у f dt можно взять вычет, то есть коэффициент при t-1 при dt на t это будет изморфизм уже просто с полем k. Это очень легко, если у вас есть ряд Лорана умножить на dt, короче, Лорана является производной и тогда, когда у них коэффициент при dt на t равен нулю. Вот так устроены расширения, в частности, категории дифференциальных модулей над этими полями. Из тривиального дифференциального модуля себя. Прекрасно. Вот еще возможно стоит поговорить сегодня немножко более подробно. Да, возможно, вы уже догадались, да, что поскольку теперь мы перешли в такую видеотрансляцию, то возник простой способ наверстать те лекции, которые не состоялись из-за праздников, при этом без проблем с вашим расписанием. Окей, значит, теперь поэтому не спеша давайте продолжать теорию дифференциальных модулей изучать. Значит, это вам всем будет полезно при изучении d модулей и превратных всяких пучков. Вот, значит, итак, это было все как бы немножко напоминали, теперь мы немножко дальше поговорим про прямой образ или обратный, в общем, замена дифференциальных модулей замена дифференциального кольца. Как себя ведут дифференциальные модули при замене дифференциального кольца? Ну, вот как они себя ведут. Значит, теперь мы зафиксируем обозначение, пусть φ, ну, и мы это обозначали φ со звездочкой, пусть φ гоморфизм колец из РВС, у нас есть РДР и СДС, это дифференциальные кольца, вот, и у нас есть морфизм, и еще морфизм создается парой. Вторая вещь, это отображение φ со звездочкой, мы изначали из омега Р, ой, пардон, в омега С, вот, либо что то же самое, было такое отображение ДФИ из С ВС-тензорная на ДР ДС, что это еще не такое, из ДС, ВС-тензорная на ДР, ДР. Окей, да? Вот, это мы проходили еще на самом первой лекции, вот, ну, и тогда у нас возникает сопряженные функторы, мы это в прошлый раз обсудили, имеются сопряженные функторы, прямого обратного образа, где, значит, что такое φ с нижней звездочкой? φ с нижней звездочкой от М, значит, М это ДР-модуль, это просто расширение скаляров, это очень простой понятный функтор, который геометрически соответствует обратному образу расслоений со связностью, ну, и вообще понятно, что если у вас есть морфизм такой вот между слоениями, который листья переводят в листья, если вы возьмете обратный образ расслоения, и если здесь, вот здесь, на той, где рука испачкана мелом, там вы могли вдоль листьев переносить вдоль путей, гомотопических классов пути на листьях у вас был правильный перенос, то если у вас здесь есть лист, на нем есть какой-то путь, посмотрите на его образ, и вы сможете из конца в конец перенести, сделать правильный перенос между слоями пулбека расслоения. Это геометрическая интуиция, которая здесь стоит, совершенно понятная. Вот. Ну, а второй функтор, он интуитивно гораздо менее понятный, и я сейчас как раз предлагаю его обсудить, потому что это частный случай связанности Гаусса-Маннина, который, конечно, вам еще будет встречаться много раз, если не встречался, и это мы сейчас обсудим. Так вот, значит, физразвездочкой от n, где n это уже ds-модуль, это что такое? Значит, проблема в том, что если мы просто возьмем ds-модуль и ограничим скаляры на r, мы вообще-то в общем случае не получим никакой dr-структуры на этом деле. Только в случае, если это строгий морфизм, то есть если это изоморфизм, тогда мы получим dr-структуру. То есть если листья этально накрывают, то на прямом образе расслоения мы, конечно, получим диффициальную структуру. Кстати, хорошее упражнение проговорить себе геометрическую интерпретацию. Почему если листья этально или там неразветленным образом, пусть бесконечными слоями, накрывают листья здесь, отсюда сюда, накрывают листья здесь, то тогда если возьмем расслоение, возьмем прямой образ, просуммируем по всем слоям, то внизу пути здесь на листьях будут задавать параллельный перенос. Это потому, что если возьмем путь, можем поднять до пути здесь, потому что у нас детально накрывают листья неизветленно. Здесь путь дает нам какой-то параллельный перенос. Но если вы посмотрите внимательно, то здесь есть необходимость просуммировать по всем слоям, потому что даже если здесь была петля, то она поднимется до пути, и будет правильный перенос между слоями над разными точками, слоями-расслоями над разными точками вот этого морфизма. Окей. Так, так вот, а как же это определять? А это определять надо уже немножко менее геометрически, а алгебраически. А именно нужно рассмотреть хом над УС, то есть категории ДС модули, если угодно, из такого замечательного бимодуля вот такой трансфер трансфер демодуал, это называется по-английски, вот, переходной, или демодуль-переходник, демодуль-переходник, или может быть проводник, или полупроводник, демодуль-проходник, переходник. Значит, что это за демодуль-переходник? Я напомню, это очень важный демодуль, а именно это не что иное, как предыдущий функтор примененный к слабым таком выделенному свободному power модуль то есть это вот такое тензорное произведение вот значит это это что такое это дело в том что это является us by моды почему потому что у s на него действует потому что ну вот так функтор и со звездочкой м функтор из категории der модуль ds модуль то есть в левой у s модуля то есть если явно у нас значит у s действует при помощи дифференциальных операторов первого порядка а дефицита оператора первого порядка действую здесь вот по правилу лебенца да и умеют дифференцировать с и умеют дифференцировать с значениями в с да кстати по прошу раздавал упражнение записать явно как же дифференцирование из ds а действует на этом модуле сервинах вот этого отображения кстати листочек я еще пока я написал на его обязательно напишу и вам удаленным образом передам листочек по дифференциальные модули вот так вот хорошо а почему это ур модуль ну потому что ур действует через правый со множеством правый ур модуль вот поэтому когда мы рассмотрим home и надо с какой-то с модуль то это хозяйство поскольку он берется из правого ур модуля и это ур модульная структуру коммутирует с уэс модуль структуры левой когда возьмете home и на хамах окажется структура левого уже левого dr ур или то же самое что dr модуль окей так теперь что дальше значит что дальше что дальше это два функтора они сопряженные то что они сопряженные это очень легко и прошу раз объяснялась просто из общего формализма когда у вас есть бимодуль над двумя алгебрами возникают сопряженные функторы окей значит так и чего дальше хочется рассмотреть некоторые примеры этого действия значит ну только маленькое замечание что явно то есть то что я сейчас сказал словами если у нас есть d из dr то тогда куда куда переводит д какой-то элемент пси где пси это вот такой холм ну вот он приводит такой элемент сито холм да значит холм из ур в с он оператор п преводит пси п умножить на д где п какой-то элемент из скажем ур который естественно вложен в хорошо теперь я хочу поговорить про это подробнее и так вот замену специальных колец обсудили теперь я хочу обсудить что же происходит в частном случае когда у нас есть то что аюб например который называет строгий морфизм дифференциально-этальным вот когда у нас есть не дифференциально-этальный а дифференциально-гладкий в терминологии жозефа аюба морфизм ну кто может сказать и так случай дифференциально-гладкого я следую бы тоже напишу дип гладкого морфизма то есть связанность гаусса майна вот ну мы уже определить какой дифференциально-морфизм мы как бы имитировали определение дифференциально италья морфизма на на языке дифференциалов или до гельевых дифференциалов применение сымитировать определение гладкую морфизм на языке керевых дифференциалов заменив традиционные керевые дифференциалы на вот эти вот наши дифференциальные структуры такое-то определение морфизм из r dr vs ds дифференциально-гладкий если что если ну вот кто может сказать что это такое надо вспомнить определение что происходит при гладком морфизме при гладком морфизме у нас где вот у нас есть какой-то гладкий морфизм у нас имеется точная тройка да у нас он на гладкий здесь что если между гладкими многообразиями что дифференциал и здесь сюрлективен да ну вот это сюрлективность дифференциала мы должны сформулировать так вот мы и сформулируем дефи это есть аналог дифференциала при сомлении сюрлективен вот и все определение сюрлективен равносильно в терминах омег всегда правильно бегать между д и между омега языками в терминах омега это означает следующее что что отображение и со звездочкой и со звездочкой из тогда давайте немножко расширим скаляры из с ср омега с инъективно с проективным коядром просто и активности недостаточно к этой сюрлективности между проективным модулем может быть инъективное отражение которое на двойственных совершенно не сюрлективно но вот поскольку здесь проективный модуль то сюрлективность то же самое что просто представить вот это как прямое слагаемое здесь но она двойственных языках это уже действительно разносили тому что представить двойственной как прямое слагаемое здесь то есть то же самое что инъективно с проективным коядром хорошо вот ну и тогда у нас возникает геометрическая интуиция означает ровно такая что у нас вот здесь есть слои слои переходят слои смысле слоения слои переходят слои над каждым слоем здесь три слоя вот этот слой приходит сюда и свой приходит сюда и слой приходит сюда и на каждом слоем гладкий морфизм геометрическая интуиция гладкий морфизм над слоями слоений геометрическая интуиция всегда относится к случкам слоями окей в этом случае у нас возникает что у нас возникает относительный келев дифференциал для гладкого морфизма многообразия скажем это очень важная вещь относительный дифференциал относительно комплекс драма но это они возникают здесь как определить на этом языке очень легко а именно омега с надо пусть это к ядро и со звездочкой соответственно ds надо это напротив ядро dc и они другу двойственны и тогда у нас возникает с dsr дифференциальное кольцо с естественным морфизмом дифференциальных колец вот вот такой относительно дифференциальное кольцо возникает очень хорошо значит ну и теперь важная лемма что происходит с этим нашим трансфер модулем окажется трансфер модуля имеется следующее очень приятное описание ими в этом случае имя заморфизм чего ds модулей что здесь вот такой заморфизм я здесь поставлю трансфер модуль и он заморфизм следующим должны взять у с потензорить на у надо у и слэш р у нас возникает у слэш р правильно у и слэш р это универсальная обертывающая алгебра для ds надо вот и у нас возникает отображение с дс реальный usr модуль тривиальный смысле что это у нас был такой самый первый пример дифференциального модуля само кольцо r является d r модуль то что d r действует на r дифференцирования либо у вас есть связанность драма из r в омега r ну и вот s ds r на d r значит s является таким вот тривиальным us надо модуль это означает что на единичке все дифференцирования действует нулем то есть фактически когда мы когда мы пишем эту вещь и начали что берем у s и факторизуем по берем такой левый идеал порожденные всеми дифференцированиями из ds на d р идею доказательства в принципе это упражнение но значит да причем вот эта штука где и соответствующий чему соответствует надо объяснить что это упражнение так вот оно соответствует просто отражение с урс то есть опять что помните как я доказывал вещь который прошел ошибся мы должны задать просто и звезд тензор на над у нас есть такой естественный морфин так просто отображение есть она есть отец из меня всегда соответствующая чему назвать отражение из с ур на дс это просто за грязных единиц и здесь верно ур крест стрелка из есть такое отображение за 1 единицей да потому что ур переходный модуль это я надеюсь что здесь что-то видно это с тензор над r на ур да сюда естественно с вложено вот поэтому соответственно всегда есть клоническое отражение из уэс в урв но оно задается просто этим дефи дефи это вырабатывает из ds в с тендзор над r и вполне естественно продолжается до отображения из уэс в с тендзор на r на ур то есть вместо буквки d мы имеем на буквку и дефи продолжается вот так вот утверждает что в этом случае это отображение пропускается через такую вещь потому что такая вещь фактически это фактор идея доказательства очень простая она заключается в том что левая часть это просто фактор это упражнение указания левая часть заморозно факторов у с с умножить на д даже такую с умножить на д с на д с над r и порождает ядро отображение за уэс над r с начала вот такая левая часть и легко увидеть что просто по размеру на самом деле дальше нужно воспользоваться возрастающими фильтрациями и вичного застающих фильтрациях на стрелке является заморфизм что когда моды симметрические степени ds а профилизуем таким штукам у нас останутся симметрические степени на ds фактора фактора dsd фактора будет это сразу фактора напомню что у нас есть точная последность и здесь рассмотреть фильтрацию относительно естественных фильтраций на левой части и правой части есть вопросы если есть вопросы пожалуйста пишите мне по имейлу я с удовольствием на них отвечу либо звоните мне по телефону тогда я отвечу уже по возможности какое отсюда важное следствие для чего вы это все героически пытались понять следствие что в этом случае функтор вписа с звездочкой сверху от n который всегда это холм над уэс из уэсер в изоморфить чему поскольку уэсер это такое-то это произведение то вновь используя сопряженности функторов мы видим что это холм уже над уэсер из с вен ну то есть то же самое что холм над dsr из с вен то есть если угодно это dsr и варианты вен то есть нулевые когмологи дорама относительно вот теперь я уже не пишу dr а пишу ds flash r от n да я забыл сделать важное замечание что вообще-то нулевые когмологи дорама нулевые когмологи дорама обозначениях это то что называется мдр это есть не что иное как кир на было м из м в омега-1 в омега-1 в омега-р внутри дифференциальный модуль это важное замечание просите забыл сделать любой дифференциальный модуль в абстрактных обозначениях от нашей задачи вот что ваш ноль драма это констант из горизонтального вектора то есть это ядро всех дифференцирований на нашем дифференциальном модуле вот ну так вот мы видим что в этом случае вот самая штука это это вариант носит ds на d и легко видеть что действительно здесь у нас корректно действует df если мы возьмем варианты относительно действия ds на d это будет не из под модуль это будет r под модуль в общем случае это будет под модуль относительно констант в r здесь обсуждается ds лэшер константы в с и там нужно r вот так вот это будет r под модуль внутри n и на этом р под модуль и корректно действует d легко видеть что возьмите метод dr поднимите а бы как dds подействуйте это бы как вы поднимали не зависит от понятия потому что разница дс лэшер а нас дс лэшер действует тривиально вот этот сам машина вот ну а получается что тогда производные функторы производные прямой образ в этом случае производный прямой образ правой производные они считаются помощью изольвенты али заморка шитая ds лэшер а тем то есть ситуация такая у нас был дифференциально гладкий морфизм дифференциально гладкий морфизм был здесь дифференциальный модуль где мы умели носить вдоль всех гаммонопических классов путей на листьях был d r ds модуль а дальше мы берем инварианты или когмологии драма относительно вертикальных вертикальных путей путей которые в слоях и это оказывается имеет катоническую связанность вдоль путей уже снизу то есть вот это является d r модуль и вот это по определению связанность гауссу майнер ну сейчас гауссу майнер это частный случай например можно сказать когда n равно r s тогда просто мы видим что на относительно коммологии драма действует дифференцирование r и можно явно конечно возникает вопрос а как это так вот на таких вот относительно на коммологии драма относительно ds лэшер уэна на них начинает действовать дифференцирование sdr как это происходит ну давайте я приведу явную формулу из большого числа комментариев это будет тоже в качестве упражнения упражнения что значит пусть ds dr а ds волной из ds такое что дифференциал dphi а ds волной это один тензор на ds как элемент vs тензор на dr на dr то есть я возьму какое дифференцирование вот здесь dr и подниму его до дифференцирование s как-нибудь вот я сейчас хочу задать действие d на вот этих гомологиях драма я это сделаю следующим образом рассмотрим ds волной такое отображение оказывается что это поднимается даже до эндоморфизма комплекса драма из омегаиты тензора s на dn себя такое отображение которое переводит значит ds волной конечно действует из n в дифференциальный модуль как же на этом мы бы хотели чтобы омегаиты были бы тоже дифференциальным модулем это не дифференциальный модуль а это что можно назвать иногда слабый дифференциальный модуль это означает что у нас есть на омегаиты связанность но это связанность даже плоская но действие дифференцирование нелинейно неролинейно по дифференцированию то есть короче говоря любой элемент из ds задает некоторое дифференцирование из омегаиты с себя с правилом лебница но она не линейно по полям и это называется производная ли с волной от омега тензор на n по определению это производная ли так она обозначается эль с индексом ими векторного поля эль с индексом ими дифференцирования от омега тензор на n плюс минус 1 степени и степень формы до предполагается омега тензор на ds волной отель вот где вот это производная ли давайте сейчас не буду подробно объяснять что это такое ну вот я просто формулу у вас тоже будет отдельное упражнение в листках просто абстрактно про производные ли про ее определение про ее свойства при и свойства это очень красиво то есть видите абсолютно весь аппарат дифференциальной геометрии производные ли такого анализа прямую обратную дифференциальных модулей связь с гауссмайнер все что хотите все но прекрасно называется вот такой абстрактный язык rdr то есть абсолютно абстрактный рдр слои они туда ложатся все что хотите это мне кажется очень показывает такую мощь и простоту ограничивает гениальный вот этого понятия дифференциального кольца рдр окей значит так производные ли то есть ld с волной так вот утверждается что это самое д с волной это морфизм комплекса это следует из общей свойств производной ли которые будут упражнение кого комплекса омега а пардон здесь на прописать не омега это я выбрал такой стиль писать внешней степени хотя давно может пора было передавать их вот этого комплекса вот причем сохраняющим под комплект омега с лошадь рождение что он сохраняет под комплекс вот ну а раз он скажет комплект значит он дает действие также на подкомплексе вот и более того действие с волной на соответственно к гомологии вот этого под комплекса не зависит от выбора д с волной при фиксированном д это и есть структура dr-модуля то что это совпадает с абстрактной структурой происходящей абстракт является то что берем комплекс спенсера берем значит это естественно комплекс ds модуля его когмология будут комплекса тоже будет р-модулями вот если сравнить с комплексом спенсера все это то можно показать что вот она так и явно действует но это некоторые не самые любопытные проверки вот хорошо 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 так чтобы еще поговорить ну есть другой противоположный диаметральный случай противоположный диаметральный случай а именно дифференциально как бы замкнутого вложения и тогда прямой образ дифференциальных модулей такие дельта функции на многообразие вот но может быть я только один я немножко про это поговорю давайте потому что какие то тоже важная такой момент цифровые дифференциальных модулей вот но я сразу должен оговориться об одном такой важной вещи что вообще-то в общем случае прямой образ дифференциальных модулей он определяется не так как я сделал то есть мое определение не согласовано в общем случае с определением прямого образа дифференциальных модулях д модулях почему потому что в д модулях правильное определение такое мы можем определить значит замечание небольшое любого фи фи со звездочкой значит можно также рассмотреть такую вещь вот у вас тоже будет упражнение что dr модуля ds модуля они канонически и заморозны правом ds модуля это очень важно и не буду подробно обсуждать это грубо говоря что-то по поводу того что на конклассе на внешней степени омеги можно канонически ввести структуру правого d модуля и дальше подкрутка на нее она дает если берем левый д модуль умножаем на конкласс получаем правый д модуль вот это кстати объясняется в основке почему многие утверждения где у вас содержится тензор умножения на конкласс например теоремика да ира обращение в ноль все такие утверждения геометрия где что-то пучок умножается на конкласс правильно пытаться интерпретировать теоремы дефисиальных модулей пытаться понять что на самом деле что происходит это какой то есть где то здесь есть дефисиальный модуль который умножается на ds лучше теремка да ира обращение в ноль это на самом деле тривиальный который потом еще подкручивается на обидный пучок вот и вот это самое умножение на правый если ты ему три реальные дефисиальные модули да в общем в общем даже на конкласс это где-то за ним часто бывает зашит вот эта двойственность между левыми и правыми дефисиальные модули так вот так вот чё отсюда на самом есть функтор правый дефисиальные модули а это эквивалентно левом опять дефисиальным модулем а функтор устроен так мы должны взять теперь правый дефисиальный модуль взять наш переходный переходный модуль который был правом который был правым dr модулем и левым ds модулем и потензорить на dr на наш видите у нас был на дуэс партнер дуэс конечно его этого всего рассмотреть у r структуру значит у rs у rs он был вот так вот слева с справу r модуль значит поэтому можно взять правый у с ряды правый господи простите ну а это уже там то же самое что ds вот так вот значит мы берем правый у с модуль тензорим его как правый с модуль на у rs получаем опять правый р модуль вот это как бы немножко двойственно к тому что мы там делали там брали хом из урс это как тип индуцированный коиндуцированный вот ну и вот этот прямой образ д модулях он в общий случай не спрежен обратно у нас всегда спрежен до чистая алгебра этот не всегда спрежен но для собственных парфизма сопряжен с нужной стороны кроме того для гладкого морфизма дефисиально гладкого морфизма оба определения совпадают но его определенные сдают такие где это связано с д outcomes rain. Для замков vist上 ainding вложения они разные. Поэтому не смучайтесь, что то, что я сейчас расскажу для замков servants о reincarnation lie, оно отличается, оно как бы двойственно тому, что обычно происходит в теории демодулей. Почему? Вот это более правильная вещь. Во-первых, потому что для таких определения прямов, определение прямообраза выполняется в геометической ситуации очень важная теорема именно такого прямого образа Кашавара. Потому что прямой образ отристоит эквалентность демодуля на подмногообразие и демодуля на объемное на объеме многообразие с носителем на данном подмногообразие. именно такой прямой образ. А во-вторых, такой прямой образ, если мы применим соответствие DRAMA, он будет соответствовать прямому образу на пучках. По-русски говоря, если мы применим когмологию DRAMA относительно DR в этом модуле, то это будет то же самое, что когмологию DRAMA у исходного модуля NDS. У нас, но в общем случае, это не так. Здесь это так. Это некоторые тоже упражнения, которые будут, что вот этот прямой образ он сохраняет когмологию DRAMA. Да, кстати, диффенциальный и тайный, то есть трогий марфин тоже сохраняет когмологию DRAMA. И диффенциальный гладкий, обобщающий его тоже сохраняет когмологию DRAMA, потому что мы берем как бы в центральную последовательность, мы берем когмологию DRAMA относительно когмологии DRAMA. Все это вместе сходится к абсолютному когмологию DRAMA относительно S. Вот, окей. Значит, теперь рассмотрим второй случай, как я говорил, предположенный диффенциально гладкому, а именно диффенциально замктое вложение. Итак, это будет номер, наверное… Лиза, ты меня, наверное, смотришь. Какой это номер? Правильно, это номер 3. Я надеюсь, что… Я тебя правильно услышал, Лиза. Вот, значит, окей. И номер 3 – это будет диффенциально замктое вложение. Может быть, не совсем правильно. Такой термин никто больше не использует. Да и я тоже не то, что врач использовал. Вот, ну, такого в кавычках поставим. Короче, рассмотрим, даже не буду давать определение, рассмотрим такой случай, как бы диффенциально замктое вложение. Он противоположен, противоположен предыдущему. А именно рассмотрим фи-зазвездочкой, да, морфиз диффенциальных колец. Такое, что что? Что вот отображение, раньше мы что говорили? Отображение было из ДС, ДФИ, ВС, Тезерна, Р, на ДР. Вот когда диффенциальный гладкий, это говорит, что он селективен, и все. А здесь двойственное понятие, пусть, наоборот, инъективен. Ну и поскольку мы хотим, чтобы на двойственном языке там тоже было селективно, соответственно, то есть инъективен с проективным коядром. То есть это двойственное свойство к тому, что было раньше. Вот. Равносильно, я прямо пишу на том же самом месте. Равносильно это тому, что фи-зазвездочкой. Откуда-куда? Селективно. Вот. Ну и геометрическая интуиция заключается в том, что как бы у нас один морфизм, другой морфизм. Листья переходят в листья. И вот у нас вот лист переходит в какой-то, попадает внутрь листа. Вот. И вот здесь оно замкнуто вложено. То есть это замкнутое вложение на листьях. Замкнутое вложение на листьях. И дальше можно рассмотреть нормальное расслоение. Вот. Листа к листу. Образы листа к объемующему листу здесь. Вот. И тогда что такое будет нормальное расслоение? Но нормальное расслоение, понятно, что это такое, что это будет койдро вот этого отображения. Вот. Только теперь уже пара S, N, R, S, конечно, никакого дифференциального кольца не образует. На сечениях нормального расслоения у нас совершенно не возникает никакой скобки ли. Вот это здесь не является идеалом ли. Вот. Но тем не менее, тем не менее, тогда утверждается следующее, что вот, например, прямой образ от ривиального модуля можно легко посчитать. Значит, это будет что такое? Это будет хом. Это будет всегда так. Да? ДС из УРС, ВС. Вот. Ну и поскольку УРС имел фильтрацию возрастающую, имеет убывающую фильтрацию. То, что я сейчас говорю, на самом деле всегда можно было бы сказать для любого морфизма, что возрастающая фильтрация на УРС, индуцируемая возрастающая фильтрация на УР, вам дает убывающую фильтрацию на ХАМАС. Так вот, убывающую фильтрацию, значит, F, обозначим F0, F1, F2 и так далее. Такая что? Теперь, собственно, что можно сказать про ГИРа? Что ГИР, вот эта убывающая фильтрация на ФИС-развездочкой С, изоморфен и той степени над С, НРС. Значит, где здесь структура Р-модуля, ведь это же официально-вышечный Р-модуль, да, структура Р-модуля через аморфизм из РВС. Где структура Р-модуля? Вот. То есть это некоторые... Внимание. Я надеюсь, что второй микрофон уловил послание охранников. Очень важно, что скоро закрываются двери и ворота, вам нужно успеть покинуть здание МИАН до 22.00. А сейчас уже без 20.10. Вот. Ну хорошо. Значит, мы как раз успеем немножко договорить, и нас здесь закроют. Так вот, эти самые ГР, это симметрические степени на нормальном РС-лайне. То есть, вот этот дифференциальный модуль, это некоторый С-модуль, некоторый С-модуль, то есть у нас как бы интуитивно, так сказать, вот у нас есть здесь спек С, здесь спек Р. Вот. Это некоторый Р-модуль, который является прямым образом некоторого модуля отсюда. Ну, например, спек С, спек Р может быть замкнув вложением. Хороший пример. Замкнув вложение гладкого-гладкое, да? Это типичный пример такого, когда листья... А листья-то будут что? Листья-то как бы все многообразие, да? Да, для традиционного случая. Вот. И вот оно замкнув вложено. Так вот, нормальное к листьям, значит, получается, что присоединенный фактор на прямом образе тривиально. У нас есть тривиальный модуль, мы берем прямой образ сюда. Это будет некоторый дифференциальный модуль, здесь спектр Р, сосредоточенный на образе всего многообразия. Вот у нас есть образ всего многообразия. Какой-то такой, вот он сосредоточен на этом образе. Так что, если возьмем присоединенный фактор, по размеру это будет как функция на коннормальном расслоении к подмногобразию к листьям. Вот. Ну и давайте какой-нибудь конкретный пример, чтобы вы видите, как считать этот дифференциальный модуль. Ну вот сейчас будет немножко такой пополненный вариант от обычного дифференциального модуля дельта-функции. Из-за вот этой проблемы, что берем хомы, а не тензольное произведение. Вот. Пример конкретный давайте посмотрим, который согласуется с теорией дифференциальных модулей обычной. И вот пример такой, что пусть r – это кольцо многочленов от одной переменной, dr – это r dt, а s – это будет r-фактор по идеалу, упражненному t, то есть просто k. Ну а ds будет нулю. Вот прекрасный пример вложения точки в прямую. Дифференциальное такое вложение, безусловно. Вот у нас все отображения, какие надо и негативные, какие надо и суррективные. Вот, короче говоря, тогда и со звездочкой от k мы обсуждаем. Да, наше s равно k. Что это такое? Ну, значит, утверждается, что это будет хомы. Над чем? Над k. Да, почему над k? А потому что мы должны брать хомы над us, но us в этом случае – это s и tk. Так всегда, когда d у вас равно нулю. У инверсионального бюджета от нулевого d, это просто будет самое s. Поэтому хомы над k, над d, над us, над k. Из переходного модуля. Переходный модуль – это будет что такое? Я управляю, что это будет k помножить на d t в этой. Потому что мы должны взять у r. У r – это… Значит, давайте здесь напишем, что такое у r. У r – это будет k от t dt, где только t и dt не коммутируют, а с известным соотношением, что dt t минус t dt равно единице, да, d от t. Вот. Не коммутирующие. Дальше, ну, тем не менее, слева мы авторизуем по t равно нулю. То есть мы везде стираем t. И остается только k. k на dt и t. Вот хомы куда? Ну, хомы, значит, вот в k, то есть в k. То есть это не что иное, как произведение, по всему небольшим ровным нуля, k умножить на нечто двойственное, но его разумеемо назвать d-крилл и t. Это как бы дифференциальная форма, dt в этой. Вот. При этом какая структура… Это что такое? Это оказывается, что это dr модуль. То есть это модуль напрямую, над k от t. Некоторый модуль, который еще дифференциальный. То есть мы должны научить действовать умножение на t и умножение dt. Вот. Ну и вот утверждается, что при этом t переводит dt и t в… Значит, давайте сначала dt куда переводить. Это проще. Куда переводит dt? dt, dt, оно действует в умножении справа. Но поскольку действует в умножении справа, оно повышает dt в этой на единичку. И поэтому на двойственных оно будет понижать. То есть элемент двойственного пальца, при какой он, наоборот, понижается. А вот здесь надо провести некоторые вычисления, используя вот это соотношение. То есть мы умножаем справа на t. Тогда мы дальше должны переставить местами dt в этой и t, пользуясь вот этими соотношениями. Потом спроэффицировать слева по t, стереть все, где начинается с t. И убедиться, что на самом деле получится не что иное, как… То есть вот k на dt в этой умножить на dt. dt в этой умножить на dt – это будет dt в этой. А dt в этой умножить на t, то есть это все следует сейчас из тех ощущений, о которых я говорю. Это будет не что иное, как dt в минус 1. И, собственно, если бы я не брал двойственные, если бы оставил вот это как есть, это будет прямой образ, традиционный прямой образ в демодулях. Это будет дельта-функция d модуль. Мы видим, что прекрасно видно, что этот дифференциальный модуль по размеру такой, как многочлены. Но на самом деле вот есть просто многочлены от t, на них действуют t, dt. А теперь мы поменяем местами t, dt. Такой афтоморфизм у алгебры Вейля вот это и есть, который t и dt меняют местами просто. И тогда это уже будет дифференциальный модуль, с задоточенным в нуле. Легко видеть, что когда мы умножим на t в большой степени, то любой элемент перейдет сразу или поздно в ноль. То есть это модуль, с задоточенным в нуле. Это двойственный к нему модуль. Просто-напросто такой, в смысле, c вектор по станции двойственной. Ну, в смысле просто двойственный. Homo's praeusum – это правое произведение. Поэтому, короче, это переходит в i, dt, v плюс первый. Наверное, здесь я должен поставить i плюс один, да? Потому что, значит, здесь он, здесь вот это i должно равняться вот этому i. То есть функционал, то есть t переводит в i на dt. То есть функционал, который вот на этом выдавал, функционал dt в i-1, выдавал и dt в i, ага, все окей, правильно, да. Ну вот, видно, что этот модуль, когда мы много раз применим t, то есть t действует топологически нелепатентно. Топологически, в смысле, теодической топологии. В смысле, вот, что у нас такое прямое произведение. Мы говорим, что маленький, если он начинается с большой степени dt, ну вот он гонит эту степень, увеличивает вправо. Вот. И это модуль, средоточный, это обратный предел модуля, средоточный в нуле. Такой про модуль, средоточный в нуле. Хорошо, отлично. Это мы довольно много поговорили про прямые обратные образы. Вот. Ну, осталось как раз 10 минут, и я за эти 10 минут проговорю некоторые довольно тривиальные уже все с этим простые вещи. А именно, я хочу обсудить, вновь напомнить про строгие дифференциальные модули, дифференциальные морфизмы, и немножечко проинтерпетировать их с точки зрения дифференциальных модулей. Поскольку нам будут нужны дифференциальные алгебры, значит, дифференциальные алгебры это предпочитание строгий марфиз дифференциальных модулей. Вот. Поэтому я напишу дифференциальные алгебры и дифференциальные модулы. вот так вот как обычно rdr дефицитальное кольцо вот тогда какое очевидное замечание хочу сделать что задать строгий морфизм то есть задать dr алгебру по определению аргебра то есть это то же самое что строгий морфизм то есть у нас возражение из ds дефицит рд из морфизм вот это оказывается то же самое что задать алгебра пунктативная алгебра металли в дирмоз категории дверь модуль ты что это такое это некоторый dr модуль с так с также являющая алгеброй или все алгебры такой что вот эти отображения умножение единица морфизма вермодлю то есть мы берем эр алгебру с начинаем на ней действий дифференцируем из d r так что умножение и единица умножение единица это морфизм дермозе то есть сочного единиц можно что дефицит производная от единицы в страну вот это видео кстати будет следовать наверное достаточно потребуется вот этого что это будет морфизм как колец право лебенца начать что есть право лебенца вот ну здесь мыслал о чем о том что нужно задать там строгий морфизм нужно задать кольцо с и некий модуль ds но этот модуль ds он слизывается d r просто по формуле s r t d r и задать действие ds задать изображение якоря задать действие ds дифференцирование на s это достаточно задать действие d r дифференцирование на ds и дальше по линейности продолжится на действие s это некоторая тавтология вот и геометрическая интуиция или интерпретация когда я пишу int и я можно это воспринимать как интуиция или интерпретация что принципе близко вот так вот это как бы связанность расслоение у нас есть какой-то морфизм спектр вот у нас мы начинаем действовать вот этими элементами sdr то есть здесь у нас есть листья какие-то листья и мы локально начинаем эти листья поднимать мы до листьев не можем поднять но локально начинаем поднимать до листья сверху так дает некоторые накрытия листьями сверху локальный подъем листьев то есть что равносильно локальный подъем путей гомотопический вариант пути на листик то есть у вас есть лист маленький кусочек вы все пути можете поднять вас есть точка и близкая точка пройдем какой-нибудь и поднимем его вот неважно как вы локально привели путь они все гомотопические квалифы интуитивно и дает нам локальное поднятие пути но вместе локально поднимать пути начали что лист сверху в листья локально поднимать листья начали что определить лист сверху который является накрытием листа снизу вот это называется связанное слоение по-другому алгебраически это очень просто это дифференцирование снизу начинает действовать на функции сверху больше ничего с является термом тут все время мы видим что алгебра с точки зрения понимания вот чем чем ближе к школе тем ближе к первому курсу алгебрячика часть она конкретной гораздо проще для понимания во всей этой науке но геометрическая интуиция по моему объясняет очень многое или у вас значит приятно с ней всегда иметь дело вот ну и напоследок я приведу пример то есть м это какой-то der модуль то по нему можно построить ds алгебру а именно очень легко положить с это симметрическую алгебру от m и это будет ds алгебра это будет ds алгебра и на самом деле у нас имеется сопряженный функтор конечно очевидно да геометрическая интуиция есть такая что если у нас есть связанность в расслоении m то связан с вектором расслоение оно дает нас связанность в тотальном пространстве рассматриваем уже просто как расслоение вот в этом смысле это есть связанность в векторном расслоения случае а с целtight до дает ассо я вам связанность в его тотальном пространстве почему ну потому что у нас есть рассланенные векторные столько связан со все это способ параллельно Ну вот у нас есть как раз путь, вот мы его параллельно переносим, точка пришла сюда, и мы так вот локально поднимаем его к пути, локально поднимаем к пути уже в тотальное пространство расслоения. Ну так вот, очевидно совершенно алгебраически, что у нас есть сопряженные функторы между DR-модулями, это, как всегда, знаете, всегда значение, когда вот этот функтор это левый сопряженный, это правый сопряженный, это очень стандартное обозначение. Здесь DR-алгебры, здесь забывающий, ну и, как всегда, значит, левый сопряженный к забывающему, это что-то свободное, то есть здесь симметрическая алгебра от дифференциального модуля. Это сопряженные функторы. Отлично. Вот, ну и теперь еще важный пример, поскольку у нас между дифференциальными модулями и ER-модулями тоже есть пара сопряженных функторов, как ее построить? То есть мы должны к забывающему функтору из дифференциальных модулей в обычные модули построить сопряженные. Как это сделать? Кто это нам скажет? Есть дифференциальные модули, здесь MDR-модуль. Можно забыть, получить просто ER-модуль. Как же по ER-модулям построить дифференциальный модуль? Научиться, по любому ER-модулям построить некоторый новый модуль, на котором действует дифференцирование. Но вот если так думать только про D, букву D, то это, наверное, сходу не приходит в голову. Но если, как хронически сказать, ну если подумать про букву не D, а, естественно, какую букву? У, то это совершенно понятно, что у нас есть модули над алгебру ER, есть забывающий функтор VR, у нас есть гоморфизм коллекции, ZR, VR, не центральный, но нам плевать. Гоморфизм коллекции, ZR, VR, есть забывающий функтор, где мы сопряженные тензорные произведениями. Поэтому совершенно очевидно, что у нас есть также, есть сопряженные функторы между DR-модулями, я это все неспроста говорю, сейчас вы поверите, почему. И ER-модулями, здесь forget опять забывающий функтор, а здесь будет, что? Здесь будет, значит, с какой стороны? Кто скажет? Со стороны, пожалуй, вот этой. Когда мы так умножаем справа на OR, то это ставится левый OR-модуль. И задать морфизм дифференциальных модулей, мы уже использовали сегодня с самого начала. Из такого дифференциального модуля в R-модуль, в другой дифференциальном модуле тоже задать морфизм просто R-модуль. Из вот этой черты дифференциальных модулей, забытой дифференциальной структурой. Вот, сопряженные функторы. Еще раз, вот всегда сверху, он идет слева, поэтому он левый. Снизу он идет справа, поэтому он правый спряженный. Такая парочка стрелочек, это очень стандартное значение. Вот, окей. Ну и что, тогда мы можем прокомпонировать, получить сопряженный функтор. То есть, поэтому, как следствие, мы видим, что из R-модуль, я просто компонирую, и DR-алгебрами у нас есть пара сопряженных функторов. Значит, это будет симметрическая алгебра на DR, а то R потензорить на DR на что-то. А здесь просто фагет. Ну и вот определение, свободная DR-алгебра, порожденная R-модулем, это вот она и есть. Да, так вот, порожденная теперь давайте переменными Y1, какой-то Y, не знаю, D, или плохо, Y, N. Это симметрическая алгебра от UR, и мы применяем свободную R-модулю с переменными Y и T. Это есть не что иное, как алгебра дифференциальных многочленов. Вот, тут можно еще поговорить про сопряженность, что, значит, мы можем, что-то действительно задать HOM из этого дифференциальной алгебры в любую другую дифференциальную алгебру, DR-алгебру. Это то же самое, что задать просто N элементов, да, то есть HOM, это вот по сопряженности функторов. И можно увидеть, что это на самом деле частный случай некоторого сопряженного, пары сопряженных функторов уже между R-алгебрами и DR-алгебрами. Такие тоже есть у нас сопряженного функтора, немножко хитрее там надо строить через свободные алгебры. Вот, значит, один забывающий функтор, к нему есть левый сопряженный, который по R-алгебре строит DR-алгебру. Ну, тут чуть хитрее, тут ее надо, конечно, представить с помощью свободных и применить вот эту конструкцию. Вот, это называется prolongation, продолжение, это, в общем, геометрический смысл, это функции на пространстве струй на бесконечных струях. Вот, вот эта функция на струях. И, короче говоря, дифференциальная многочинная от Y1 и Yn. Ну, вот, то есть очевидно, что, значит, заметьте, что Хом в категории DR-алгебра из вот этой вот, да, это мы обозначим как? Давайте мы обозначим R и в фигурных скобочках, так дифференциальная алгебра это обозначает, Yn. Из вот этого R, Y1, Yn, какую-то дифференциальную алгебру S, это то же самое, что S в n3, n элементов из S. То есть это как бы дифференциальная категория дифференциальных алгебр, это n-мерное афинное пространство дифференциальное. Вот, и явно, как это описать, вот это, вы, по-моему, когда-то приводили в самом начале как пример дифференциального кольца, вот, когда была одна переменная, одна дифференциальная, вот это многочленный на R вот таких выражений D1 степени I1, Dp степени Ip применить к YGT, где, значит, D, не знаю, L, T, S, D, R, ну и JT, значит, L, D, R, S, D, R, Y, это какие-то из этих игреков. То есть мы берем полиномы от производных, формальных таких производных, это символ такой, формальных производных игреков. Вот, ну хорошо, я думаю, что сегодня на этом как раз можно окончить, ровно 10 часов, ворота, мяан и калитки закрываются, я здесь остаюсь заблокированным на все время эпидемии. И в следующий раз, я не знаю, наверное, достаточно близко в ближайшее время, речь пойдет уже более конкретно о дифференциальных модулях. Мы поговорим о том, о чем обычно всегда начинают говорить, когда говорят о дифференциальных модулях, о том, что такое тривиальный дифференциальный модуль, что такое задать структуру дифференциального модуля на тривиальном R-модуле, что такое тривиальный дифференциальный модуль, и мы начнем уже обсуждать дифференциальную непосредственно теорию Глуа, ключевым понятием которой является решение дифференциального уравнения. Я объясню, как связаны дифференциальные уравнения дифференциальными модулями. Все, спасибо.